Отопительный сезон закончился уже 15 апреля, а батареи во многих домах до сих пор как топленое молоко. Таким образом, оплата по коммунальным услугам за тепло автоматически продлевается на месяц, а это около 2000 рублей с квартиры. В складчину получается кругленькая сумма. Если вам пытаются в весенний период дополнительно еще на несколько тысяч навязать какие-то услуги, а здесь я вижу в том числе неоперативные работы правлений ТСЖ, председателей ТСЖ, не исключая, что сговор есть с различными энергоснабжающими организациями именно правлений и председателей ТСЖ, то что такое может происходить, либо это халатность управляющих организаций, в зависимости от объемов и качества услуг снижается стоимость или повышается стоимость, поэтому перерасчет опять-таки на мувахе должен быть сделан. И тот, кто занимается этими, либо это в правлении есть бухгалтер, который ведет соответствующие показатели, либо председатель, либо один из членов правления. То есть жильцы должны быть более активны. Коммунальная сфера при всей сложности каких-то там ситуаций, если внимательно почитать эти правила, она понятна. И человек, который отдает деньги, вправе задать вопрос, за что я отдал деньги. В такие искусственно созданные постотопительные периоды заболеваемость населения резко возрастает. Воздух в помещениях сухой и чересчур теплый. Попытка открыть форточку зачастую приводит к простуде. В основном, конечно, страдают дети. У нас были примеры аварийных ситуаций из-за того, что жильцов в свое время не предупредили, что у них под давлением находятся приборы отопительные. Понятно, что с одной стороны можно пальцем пощупать, а с другой стороны человек должен знать, что у него в конкретный период эти приборы отключены. Объявления не вывешивают. То есть да, тот примитив, о котором я постоянно говорю, что на подъезде что-то должно висеть, там какая-то бумажка, информационный лист, перестали вывешивать такие объявления. Поэтому то, что несвоевременно представляется информация об окончании оказания услуги отопления, это также нарушение прав потребителя на информацию. В любом случае, коммунальщики – это та еще система. Народ предполагает, что, скорее всего, за зиму начальники себе на Мальдивы накопить не успели.